Заядлые дачники знают, как сложно выделить время весной на какие-то работы, потому что надо вскопать, посеять, косить газон и еще и шашлыка пожарить охотой, и куча-куча-куча всего. А сейчас зима, ну, вроде как особо и заняться нечего. Но, ребята, я вам могу сказать, что есть одно важное дело, которое я рекомендую сделать вам в марте. Можно в любое время, в любой месяц зимы, главное, чтобы вам было комфортно. И это ваш сад. Так уж получилось, что в нашей стране курное развитие дачной деятельности началось, ну, где-то, наверное, в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это означает, что большинству садов, которые были посажены тогда, сейчас 30 и более лет. Это уже достаточно большие взрослые деревья, которые нуждаются в омолаживании. Вот моему саду как раз-таки около 30 лет. Я эту работу проделал пару лет назад и снимал видео. И сейчас я хочу с вами этим видео поделиться. Сейчас самое время одевать валенки, одевать теплую куртку и ехать к вам на дачу для того, чтобы заниматься садом. Поверьте мне, что деревья 30 и даже 40-летние, это не приговор. Их можно привести в порядок. Они будут вот такими же светлыми, вот такими же красивыми, как получились у меня. И будут давать шикарный урожай, крупные, нечервивые яблоки. Если посмотреть на обрезку сада объективно, то вот такая вот куча хвороста у меня получается в огороде буквально каждый год. Каждый год по чуть-чуть вы занимаетесь омолаживанием сада. И это дает свои плоды. Не жалейте на это времени. Это мой вам совет. Возвращаемся в позднюю осень и начинаем вместе со мной омолаживать сад. Мы собрали урожай. В этом году сад нам на славу потрудился. Яблок было очень много. Наш сад уже морально устарел. Деревья стали большие. Урожай на них гигантский, но все яблоки как горох. И настала пора подумать о том, как дать саду новую жизнь. А могу вам сказать еще одну вещь. У нас стали отламываться ветки. Например, вот на этом дереве, вот в этом месте, была гигантская ветка, на которой росли яблоки. И просто когда яблоки стали наливаться, она взяла и отломилась. И это только один пример. То же самое происходило вот с этим деревом несколько лет назад. Но с этим деревом мы провели очень интересный эксперимент два года назад. А видите, все его обрезал. Пошли новые молодые побеги. В этом году на этой яблоне был лучший урожай за всю историю. Яблоки были крупные, сочные. И, собственно, вот эта мысль меня навела на решение, что сад нужно омолодить. Я его срезаю прям целые ветки. Потому что уверен, обрезав ветки и дав саду новую жизнь, он еще будет не одно десятилетие меня радовать приносить хорошие вкусные плоды. Я не специалист, сразу хочу вам сказать. Я это делаю так, как прочитал в интернете. Поэтому можете меня критиковать, давать советы. Я с большим удовольствием их приму. Ну, надеюсь, в моем фильме вы что-то новое для себя увидите. По крайней мере, увидите, как это можно делать. Самое главное в обрезке яблонь, чтобы ветки не мешали друг другу. И еще нам вообще не нужны ветки, которые растут вверх. Во-первых, их невозможно достать. Вот, посмотрите, вон там. Вот. А во-вторых, на вертикальных стволах яблоки не растут. Яблоки растут на горизонтальных стволах. Поэтому все вертикальные стволы мы от них избавляемся. Мы избавляемся не просто так. Например, сейчас я вам покажу, как это делать. Вот этот боковой побег, он никому не мешает. Что я делаю? Я отрезаю безжалостно в этом месте ветку. Вот этот ствол, он будет расти наружу. А вот этот, видите, он лезет вот на этот ствол. Он тоже не нужен. Поэтому я его тоже безжалостно отрезаю. На самом-то деле, все очень незамысловато. Вот в середине нам тоже не нужно. Вниз растет, нам это тоже не нужно. Вот центр растет. Нам это тоже не нужно. Вот так вот, таким образом мы потихоньку-потихоньку обрезаем все ветки. Вот такие ветки нам надо безжалостно удалять. Почему? Потому что они отбирают силы у дерева во время роста. А толку от них никакого. Даже если там завяжутся яблоки, они будут в середине дерева в тени. Будут зеленые, мелкие, никому не нужные, которые мы, в общем-то, и не собираем чаще всего. А ждем, когда они сами опадут. Вот смотрите, вот, например, вот очень густая ветка. Она вообще в середине, потому что вот здесь есть другая. Вот я считаю, что вот это нам ничего вообще не нужно. Вот это вот все лишнее. Что касается вот этой ветки, я ее укорочу, вот эту отрежу. Вот эту вот отрежу. То есть вот большая часть нам попросту не нужна. Вот, друзья, вот так вот примерно выглядит обработанная ветка. Вот она, вот она, видите? Обрезала, нет ничего лишнего. А вот наверху вот так выглядит необработанная ветка. Или вот эта вот еще не обработана. Я, конечно же, не профессиональный обрезатель деревьев, поэтому не претендую на экспертизу. Просто делюсь с вами тем, чем я занимаюсь себя на даче. Ну, друзья, как делаю я, когда обрезаю? Вот смотрите. Ну, во-первых, чтобы ветки не были в одном горизонте. Во-вторых, когда я принимаю решение, где отрезать, я смотрю, чтобы вот этот вот побег был чуть-чуть в сторону и вниз. Но вот в данном случае меня вот этот больше всего устраивает. Вот, видите? В сторону и вниз. То есть он начнет расти вот сюда. Таким образом дерево будет становиться более пушистым, более воздушным. И не будет расти вверх. Например, вот посмотрите вот на эту ситуацию. Вот побег, который растет в сторону, вот который растет вверх. Он нам не нужен. Я его безжалостно срезаю. Вот этот, который растет внутрь, я его тоже срезаю. Он нам не нужен. Вот этот я чуть-чуть укорочу. То есть он здесь будет упуститься. Еще одно дерево готово. Вот я бы условно назвал то, что я делаю, омолаживание сада. Потому что саду уже 25 лет. Вот. И вы видите, что деревья все стали большие, загущенные. И вот я вот таким образом даю, можно сказать, саду вторую жизнь. Вот мне осталась одна яблоня. Вот эта. С которой я сейчас буду заниматься. Вот запомните, как она выглядит. Потому что скоро вы его не узнаете. И эта ветка у нас мешает вот этой. Вон тот верх, он вообще не нужен. Я его буду срезать. Потому что он лишний. Вот из этих двух веток я тоже буду оставлять одну. А вот эти верхние ветки тоже буду полностью удалять. И там буду разряжать. Смотрите, какие стволы. Они лишайников. Вот видите. Здесь то же самое. И здесь то же самое. Но мне кажется, это вот и возникает. Потому что яблоня очень сильно была загущена. Солнечный свет не попадал. И вот это способствует тому, что на стволах начинает расти вот такая всякая дрянь. Ну что, друзья. По моему мнению, я неплохо справился с работой. Помните, я вам обещал показать, каким стало дерево. Дерево стало вот таким. Я его облегчил максимально. Я уверен, что в следующем году она даст молодые побеги. И мой сад будет радовать меня еще много-много лет. Вот. Так он сейчас выглядит. Пожалуй, вот здесь еще стоит немножко потрудиться. Я, видимо, по какой-то причине пожалел. Или не успел. Итак, друзья. Молаживание сада завершено. Уверен, что через год меня ждет хороший урожай. Мои яблонки окрепнут. Дадут молодые побеги. Вот. И мне было очень приятно. Если мой опыт вам покажется интересным и полезным, будет еще приятнее, если вы поставите лайк. А те, кто подпишется, будут вообще большие молодцы. И рад вас снова видеть. Рад снова для вас снимать видео. Увидимся на волнах канала. Пока. Вот такое вот количество сучек у меня получилось в итоге, друзья. Видите, да, очень много. Задолбался уже их таскать. А весной надо будет их все порубить и потихонечку сжечь. Чтобы не устраивать здесь большой пионерский костер. Видите, да, он и так уже тут более чем пионерский.